Это английские мастифы. Это еще подростки. Это считается самая мощная в мире собака. Самая большая, самая мощная. Она в книге рекордов Гиннесса. В этот вольер Валерий Олейников заходит без опаски. Кто здесь главный, Тёма, Адели, Синди знают точно. С хозяином поделятся даже последней косточкой. Страсть к большим собакам у Валерия была еще с детства. Но только сейчас мечты стали реальностью. Когда говорят, что там бизнес, деньги, наверное, надо быть фанатом этого дела, увлекаться. В общей сложности, если брать тех собак, которые у нас питомники и которые на совладении, стоимость этих собак около трех миллионов. Шесть разновидностей мастифов, алабаи и акиты. Маленьких собак Валерий не признает. Его страсть – большие породы. Чем больше, тем лучше. Чтобы прокормить всех, у Валерия уходит куча времени и денег. Вот так выглядит малая часть месячного запаса собачьей еды. Полтонны корма и полтонны мяса. 100 килограмм рыбы и где-то килограмм 50 творога. Около 70 яиц. Творог мы делаем сами домашний, кормим щенков, подкармливаем. Поэтому у нас по средним подсчетам примерно 60-70 тысяч рублей в месяц уходит у нас. Вот в таких вольерах живут питомцы Валерия. Внутри каждого – отапливаемая будка. Даже среди гигантов есть неустойчивые к морозу породы. А это – любимец всей семьи. Испанский мастиф – ирбис редкого тигрового окраса. Внушительных размеров ирбиса не боятся ни жена собаковода, ни дочь. Собачий питомник за полгода стал настоящим семейным подрядом. Теперь дочь Лиза возит собак на выставки, а жена Светлана ухаживает за щенками. Знаете, как говорят, аппетит приходит во время еды. Так у нас получилось. Сначала одна любимая собачка, потом вторая. А потом, как ни странно, на каждой новой породы все более интереснее и интереснее. Всегда хочется про нее узнать. Мы ее стараемся приобрести. И в конечном результате вот у нас так выросли аппетиты. У собаководов уже есть стена почета. Большинство собак из питомника – чемпионы и призеры престижных соревнований. В планах у Валерия и Светланы приобрести еще несколько крупных собак. А пока для них полным ходом идет строительство жилья. Татьяна Кощук, Юрий Талдыкин, ТВК Новости.